Оказывается, почти 90% российских работодателей жалуются на обман в резюме соискателей. Так что лгать в нем, а тем более на собеседование, мы вам не советуем. Опытный HR-специалист все равно выведет вас на чистую воду. У него есть для этого немало приемов. Пройти собеседование успешно и обойти подводные камни при трудоустройстве попробовали герои нашего следующего сюжета. Все подробности расскажет Дарина Иранцева. Она узнает его из тысячи того самого подходящего сотрудника. HR-специалист Наталья провела тысячи собеседований. Каждый раз начинает встречу с одного и того же вопроса. Добрый день, меня зовут Елена. Я ведущая праздников. У меня с дождью подработка около 5 лет. Меня зовут Андрей, 28 лет, скоро 29, холост, детей нету. Начинают рассказывать длинную-длинную биографию о себе. А на самом деле работодателю интересна часть, где вы работали. Итак, лучше заранее составить самым презентацию о себе, говорить уверенно и спокойно. Но будьте готовы, в середине собеседования HR-специалист может задать совсем неожиданный вопрос. Такой вопрос интересный. Я стараюсь не врать. Считаю, что лучше жестокая правда, чем сладкая ложь. Когда я говорю, вы врете, женщины обычно белеют. Я не знаю, с чем это связано, белеют и молчат. У мужчин более гибкий ум. Кто-то начинает шутить, кто-то говорит правду, да, я вру. Это некий стресс-вопрос для того, чтобы посмотреть реакцию человека. Впрочем, этот вопрос не влияет на исход собеседования. Иногда в конце разговора HR-ы предлагают выпить чашку кофе. Можно кофе? Кофе с удовольствием. Напиток расскажет о характере соискателя. Гадать на кофейной гуще не нужно. HR-специалист смотрит, что соискатель сделает с кружкой. Тот кандидат, который не унес кружку, это говорит о том, что его не интересует, что происходит вокруг него. И поэтому здесь мы подумаем, брать нам этого человека или нет. Это все. До свидания. Спасибо. До свидания. А, уходим, да? Чашку забираем? Впрочем, некоторые уже в первые минуты понимают, будет ли человек на своем месте. И еще вот несколько советов от опытных HR-ов. Для встречи выбирайте деловой стиль одежды. Что бы вы сказали, если бы некто явился на собеседование без рубашки? Что на нем, наверное, были шикарные брюки. Не стесняйтесь личных вопросов. Вы не беременны? Нет, что вы. Даже немножечко. И самое главное, не опаздывайте на собеседование. Получить работу мечты не так уж и сложно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok